Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы Обо всем понемногу Эти полчаса проведу с вами Я ее автор и ведущий Евгений Токарян 29 января в Таганроге отметили 164 день рождения Нашего великого земляка Антона Павловича Чехова По традиции Таганрогцы собрались на площади Красной Чтобы возложить цветы К памятнику писателю Каждый год 29 января Таганрогцы приходят сюда Чтобы отдать дань памяти своему земляку В день его рождения Ни дождь, ни снег, ни ветер, ни гололед Не могут отменить эту традицию В этом году погода благоволила тем Кто собрался на площади Красной Чтобы выразить свою любовь и уважение человеку Так много сделавшему для своего любимого города Что бы я ни делал Пишу ли, занимаюсь ли В голове одна мысль Таганрог, Таганрог, Таганрог Писал Антон Павлович Чехов О любви Антона Павловича К своей малой родине Напомнил собравшимся глава администрации города Андрей Фатеев Антон Павлович говорил, что Краткость это сестра таланта Но о масштабе его личности Коротко говорить Никогда не получается Ведь сколько всего Связано с его деятельностью И помощью Родному городу Наверное, не появилось еще В современной истории Человека, который бы Так ярко И так преданно любил свой город И очень приятно, что Накануне дня рождения 27 января Нам удалось Открыть новую страницу Чеховской жизни В Таганроге Положено начало работе Дому-музею Павла Егоровича Чехова Отца Великого писателя Известно, что Последние три года Своей таганрогской жизни Антон Павлович провел В этом доме Правда Очень сложно Представить себе Что он там был квартирантом Снимал уже угол В доме, который построил отец И, как мы знаем Не очень удачливый купец Вынужден был Отдать его за долги И вместе с этим Антон Павлович Никогда не терял Любовь к родному городу Антон Павлович Был не только Гениальным писателем Будучи для Таганрога Опекуном И попечителем При жизни Он и сегодня Остается добрым гением И заботливым сыном Своего любимого города О таком Чехове Рассказала в своем выступлении Глава Таганрога Председатель городской думы Инна Титаренко Позвольте от имени Депутатов городской думы Поздравить вас С днем рождения Нашего великого земляка Антона Павловича Чехова Он был гений Но, наверное, лучше всех Эту гениальность Раскрыл когда-то Владимир Иванович Немирович Данченко Он просто написал О Чехове Он был искренен Он говорил и писал Так, как чувствовал Он был глубоко добросовестен И писал только о том Что знал крепко Конечно, Немирович Данченко Говорил о таланте Чехова Как писателя и драматурга Но в этом же Талант всей его большой жизни Талант его больших дел Которые заставляют нас Каждый год Приходить сюда К памятнику Чехова Вспоминать о нем И говорить о его делах Для нашего города Для нашего региона И для всей нашей Огромной России Он был искренен Выбирая книги для библиотеки Он был искренен Выбирая картины Для картинной галереи Он был искренен Говоря о том Как должен измениться Таганрук И был искренен Вступая в переговоры С Сантакольским По поводу памятника Петру Первому Он был глубоко добросовестен Делая свои дела Разные Врачебные Писательские Дружеские Гражданские И у нас с вами сегодня Одна задача Помнить Чехова Любить Чехова Понимая, что у каждого он разный Для нас он Безусловно любимый Для нас он Самый почитаемый И конечно великий И думаю, что мы с вами Тоже должны помнить о том Что искренность И добросовестность Это и сегодня Успех и залог Больших и важных дел Будем же искренне Добросовестны И будем любить Нашего Чехова С днем рождения Дорогой Антон Павлович Таганрожцы С днем рождения Антона Павловича С праздником В любви к своему великому земляку Признались выступившие В ходе митинга Депутат законодательного собрания Ростовской области Татьяна Михеева И заведующая Культурно-образовательным отделом Таганрогского государственного И историко-архивного музея-заповедника Ангелина Матковская Антон Павлович Взирал с высоты постамента На собравшихся поздравить его людей Которые пришли Чтобы подарить ему цветы И отдать дань памяти Своему земляку Великому писателю И такому простому Понятному И близкому человеку Обладатель городского знака доверия потребителей Шашлычная пять звезд Хорошо известна в Таганроге Здесь вы всегда можете приобрести свежие полуфабрикаты Маринованное мясо курицы, свинины, говядины и баранины Чтобы пожарить их самостоятельно А также заказать изготовление блюд на мангале Из всех видов мяса, курицы, печени, форели и семги Шампиньонов, картофеля и овощей Заказ можно получить лично Или к назначенному времени Его вам доставят по указанному адресу Доставка по городу бесплатная Вас ждут по адресу Улица Дзержинского, 144 Л Ежедневно с 11 до 23.00 Телефон для заказов 633-555 Шашлычная пять звезд В 1874 году у семьи Чеховых После долгого проживания в съемном жилье Наконец-то появился свой собственный дом Рассказывает старший научный сотрудник Улица Розлюксембург, 77 Это современный адрес А когда-то это была улица Конторская, Елизаветинская Вот на Конторскую В 1874 году осенью В свой первый и единственный дом в Таганроге Переселяется семья купца Павла Егоровича Чехова Начинаются новые этапы в жизни Жизнь в собственном доме Правда, не совсем тот дом, на который рассчитывал Павел Егорович Потому что он хотел построить дом для семьи И флигель, вероятно, для сдачи в наем Но построен был только флигель С деньгами было туго Строительство дома шло с трудом Пришлось занимать деньги Что потом сказалось на делах Павла Егоровича очень основательно Итак, в 1874 году сюда вселяется Павел Егорович Чехов Его супруга Евгения Яковлевна Их дети Николай, Антон, Иван, Мария и Михаил Самый старший Александр здесь почти не жил Потому что его директор гимназии пригласил репетитором к своему сыну И большую часть времени Александр жил в квартире директора при гимназии Кроме того, здесь жила сестра Евгения Яковлевна Федосия Яковлевна с сыном Вдовев Она не имела средств к существованию И Павел Егорович пригласил ее жить со своей семьей Эту землю Павел Егорович получил от отца В 1873 году И затеял строительство Планы были обширные Большой дом для семьи Потом немножко переменились И решили построить дом для семьи И флигель Но денег хватило только на флигель Вот в него-то Чеховы и переехали А территория, предназначенная для дома, стала садом И в саду Антон посадил дикий виноград И в жаркие лета строил шалаш Или, как тогда говорили, балаган И проводил там жаркие летние ночи Называя себя Иовом подсмоковницей В этом доме семья Чеховых прожила менее двух лет Сначала уехали старшие учиться в Москву А весной 1976 года Разразилась катастрофа Которая, впрочем, имела более ранние предпосылки Павел Егорович окончательно разоряется Его дела шли ни шатка, ни валка уже несколько лет Но теперь денег не было совсем Платить нечем было даже за купеческую гильдию Он переходит в Мещанское сословие Существовать было невозможно Долгов на 8 тысяч Дом оценивался вместе с землей Постройками на нем в 6 тысяч То есть даже его продажа не решила проблемы Павла Егоровича И он бежит из Таганрога, бежит в Москву Куда со всей России стекались несостоятельные должники И где уже учились его старшие сыновья Вскоре уезжает жена с младшими детьми Но Антон, Антон остается здесь В этом доме он прожил пять лет Сначала как хозяйский сын А потом как угловой жилец, снимая здесь угол Как тогда говорили Это были очень трудные годы Последние годы в Таганроге Ему некому было помочь Наоборот, из Москвы все время приходили письма Родители просили продать вещи Прислать денег, помочь Пришли, займи У кого мог нищий гимназист, которому надо было платить за учебу в гимназии Надо было шить форму Нужны были учебники Есть иногда хотелось все-таки Где он мог взять эти деньги? Но все-таки он как-то выкручивался И очень быстро он начинает зарабатывать Зарабатывать репетиторством Это была возможность для гимназистов старших классов заработать И старший его брат Александр этим занимался И другие гимназисты Вот, и вот Антон Уже весной 76-го года Имеет несколько учеников Но ирония судьбы в том Что весной 76-го года Антон второй раз оканчивает пятый класс гимназии То есть он второгодник Он и в третьем классе оставался на второй год Но все-таки Репутация семьи была высока Семья была религиозной Благонадежной Воспитанной И родители доверяли Антону своих сыновей Для подготовки их к поступлению в учебное заведение Конечно, молодому человеку хотелось и погулять И сходить в театр И на набережной посидеть Много чего хотелось Но нужда заставляла работать Нужно было учиться Не дай бог остаться на второй год Потому что никто за него не платил бы еще один год А еще он начинает писать Он начал писать раньше Еще в 75-м году Павел Егорович писал своим старшим сыновьям в Москву Что Антоша хорош на литературу Он писал сценки для любительства кружка В котором участвовали братья Чехова Он братьям отправлял рукописный журнал «Заика» юмористический Которые те с удовольствием читали И давали читать московским приятелям А еще он начал уже писать для журналов И Александр, старший брат, студент и журналист Пристраивает его мелочишки, как их называли В московские, питерские юмористические журналы Но главное, главное, что здесь было написано Это его первая пьеса Которую по первому упоминанию в письме того же Александра Называют «Безотцовщина» Потому что авторского названия не сохранилось И «Безотцовщина» сейчас Одна из известнейших пьес Которую ставят во всем мире Написанная 18-летним гимназистом Да, он потом несколько лет над ней работал Но все-таки написана Основа была здесь Семья Павла Егоровича покинула этот дом Хозяином здесь стал Гавриил Парфинтьевич Селиванов Бывший квартирант Чеховых Который называл Евгения Яковлевна мамашей Обещал все для нее сделать Но ухитрился, выкупив Векселя Павла Егоровича За полцены получить и дом, и землю И стать ее полновластным хозяином Пережитое же здесь Антоном Чеховым Разорение, нищета Порой и голод И творческие какие-то Муки, можно сказать, первые Все это потом нашло отражение в его творчестве В той же «Безотцовщине» И, конечно, первым вспоминается Вишневый сад Проценты надо платить в банк А денег нет Эта фраза преследовала Чехова Преследовала его героев Уезжает из этого дома Антон 19-летний гимназист С тестатом классической гимназии С творческим, серьезным багажом И начинается новая жизнь Антона Чехова Антоши Чеханте Антона Павловича Чехова Продолжая разговор о пользе лечебной физкультуры Мы предлагаем вам комплекс упражнений Для восстановления функций верхних конечностей Рассказывает инструктор ЛТК Наталья Логинова Здравствуйте Заболевания рук сопровождаются болью Ограничением движения в пораженном суставе Уменьшением работоспособности в больной конечности Лечение назначается комплексная В том числе и лечебная гимнастика Которая направлена на то, чтобы восстановить И поддержать функцию пораженной конечности Сегодня мы представляем вам комплекс лечебной гимнастики В период ремиссии заболевания Исходное положение стоя Первое упражнение Наклонить туловище вперед, опустив руки вниз Выполняем махи в стороны, задержкая рук на 2-3 секунды Повторяем 3-4 раза Второе упражнение Исходное положение пальцы рук в замок Выпрямить руки вперед, ладошками наружу Раз Коснуться правого плеча Два Выпрямить руки Три Коснуться левого плеча Четыре Повторяем 5-6 раз Третье упражнение Исходное положение Руки согнуты в локтях Пальцы сжаты в кулаки Выпрямить правую руку вперед Кисть потянуть на себя Раз Вернуться в исходное положение Два Затем левую руку выпрямить вперед Три Вернуться в исходное положение Четыре Повторяем 5-6 раз Четвертое упражнение Исходное положение руки за спиной Наматываем клубочки в одну и в другую сторону Повторяем 5-6 раз Исходное положение стоя В руках гимнастическая палка Пятое упражнение Руки с палкой опущены вниз Поднять руки к груди Раз Затем выпрямить руки вверх Два Опустить за голову Три Поднять вверх Четыре Опустить вниз Пять Повторяем 3-4 раза Шестое упражнение Исходное положение Руки с палкой согнуты в локтях Круговое вращение руками Вперед и назад Повторяем 3-4 раза В каждую сторону Седьмое упражнение Исходное положение Руки с палкой за спиной Опущены вниз Отвести руки назад Раз Вернуться в исходное положение Два Отвести правую сторону Три В исходное положение Четыре Отвести в левую сторону Пять Исходное положение Шесть Повторяем 3-4 раза Восьмое упражнение Дыхательное Исходное положение Руки с палкой Впереди опущены вниз Поднять руки вверх Сделать вдох Опустить руки вниз Выдох Повторяем 3-4 раза Исходное положение Стоя в руках Булава Если у вас нет Этого спортивного снаряда То можно воспользоваться Скалкой Которая есть У каждой хозяйки Девятое упражнение Булава в правой руке Передаем ее за спиной Через правое плечо В левую руку Зачем Через левое плечо В правую руку Повторяем 4-5 раз Десятое упражнение Исходное положение Руки выпрямить Вперед Булава Лежит на ладонях Поочередно Выкручиваем Булаву То правой То левой рукой Повторяем 4-5 раз Одиннадцатое упражнение Исходное положение Булава В правой руке Делаем круговые вращения Каждой рукой По три раза В одну и другую сторону Занятие рекомендуется Проводить ежедневно В течение 20-30 минут 2-3 раза в день Выполнение этого комплекса Упражнений В сочетании с лечебным массажем Приносит очень хороший результат Не болейте До свидания 30 января День рождения У хорошо знакомого Зрителям программы Обо всем понемногу Шеф-повара Вячеслава Волкова Более 12 лет Он радует Любителей вкусных советов Своими рецептами Которыми с удовольствием Пользуются Многие хозяйки Я от всей души Поздравляю тебя, Слава Счастья тебе Семейного благополучия Творческих успехов Новых находок в кулинарном искусстве И крепкого здоровья С днем рождения! А теперь я с удовольствием предлагаю вам еще один вкусный совет Из коллекции шеф-повара Вячеслава Волкова Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить свинину с моцареллой и помидорами С легким овощным гарниром Для этого нам потребуются следующие ингредиенты Свиная корейка Бекон Моцарелла Ветчина Помидоры Для гарнира мы используем Лис салата Болгарский перец Брусничный соус И растительное масло Для начала Наше мясо Мы посолим И поперчим Чтобы оно слегка Подмариновалось Пока мясо Подмаринуется Мы подготовим Начинку Берем ветчину И нарезаем ее Маленькими-маленькими Полосками Выкладываем ее В миску Теперь нарезаем туда же Помидоры Небольшим кубиком Помидоры Также отправляем К ветчине Моцареллу Натираем На крупной терке Добавляем Соль Перец И аккуратно перемешиваем Чтобы не раздавить Помидоры Для того, чтобы блюдо получилось Круглой формы Мы используем фольгу Свернутую в два слоя Выкладываем фольгу На нее Выкладываем Уже подготовленную Отбитую Свиную Корейку На корейку Мы начинаем Выкладывать Начинку Передаем Нашей заготовке Форму шара Берем бекон И оборачиваем По кругу Теперь заворачиваем В фольгу Теперь нашу заготовку Мы отправляем в духовку В пропень Мы добавляем воды Чтобы наше мясо Когда запекалось Было сочным Отправляем в духовку На 20 минут При температуре 180 градусов Наше мясо готово Мы достаем его Из духовки И сейчас будем Оформлять блюдо Пока мясо Чуть-чуть остынет Мы подготовим Овощной гарнир Лис салата Мелко Нарежем Нарезаем болгарский перец Поперек Тонкими полукольцами И отправляем его К листу салата Теперь мы посолим Подперчим Добавляем растительного масла И перемешиваем Выкладываем Овощной гарнир В тарелку Проливаем оставшуюся часть тарелки Брусничным соусом Свинина с моцареллой Помидорами И овощным гарниром Готовы Приятного аппетита Обладатель городского знака доверия потребителей Шашлычная 5 звезд Хорошо известна в Стаганроге Здесь вы всегда можете приобрести Свежие полуфабрикаты Маринованное мясо курицы, свинины, говядины и баранины Чтобы пожарить их самостоятельно А также заказать изготовление блюд на мангале Из всех видов мяса, курицы, печени, форели и семги Шампиньонов, картофеля и овощей Заказ можно получить лично Или к назначенному времени Его вам доставят по указанному адресу Доставка по городу бесплатная Вас ждут по адресу Улица Дзержинского, 144 Л Ежедневно с 11 до 23.00 Телефон для заказов 633-555 Шашлычная, 5 звезд Завершит этот выпуск программы Небольшая прогулка по чеховским местам Таганрога А я прощаюсь с вами ровно на неделю Будьте здоровы! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok